Французы обладают особым вкусом, особенно в том, что касается моды и оформления. Они не боятся использовать неожиданные комбинации и палитры красок, именно поэтому их идеи всегда смотрятся свежо, красиво и завоевывают сердца многих. Теплые золотые тона в сочетании с ледяным-синим, терракотовые оттенки и нежные нейтральные оттенки, и это только начало. Один, голубой лед плюс пикантная горчица. Наличие двух разных оттенков в одном пространстве сначала может вызвать шок. Но если присмотреться получше и немного привыкнуть, синий и желтый цвет вполне хорошо гармонируют с друг другом. Конечно, не следует делать кричащий интерьер с разноцветными стенами и кучей ярких вещей. А вот комната в спокойных голубых тонах с несколькими цветовыми акцентами – именно то, что нужно, чтобы и взгляд отдыхал, и душа радовалась. Можно играть на противопоставлении, сочетая декоративные детали, которые резко различаются по стилю. Например, абсолютный минимализм сине-серых стульев для столовой отлично сочетается с золотисто-желтым старинным ковром. Два, сочно-сиреневый плюс румяный апельсин. Это цветовое решение для тех, кто не боится проявить смелость и экстравагантность в интерьере. Если подобрать обои или покрасить стены в два насыщенных цвета, а также добавить мебель и элементы декора в похожих или нейтральных тонах, получится оригинальный жизнерадостный интерьер. Идеальные акценты могут сделать цветные свечи на книжной полке или столике в гостиной, или, например, великолепное одеяло с географическим или этническим принтом в насыщенном ягодном оттенке. Три, оливково-зеленый плюс мята. Зеленый – успокаивающий и расслабляющий цвет, так что много его не бывает. В декоре он отлично смотрится в любой комнате, начиная от ванной и заканчивая детской или гостиной. Но особенно хорошо это сочетание подходит для спальни. Смесь мягких зеленых оттенков сразу вас удивляет, добавляет свежести и жизни в любую обстановку. Отлично дополнит интерьер мягкое освещение софитами или конической подвесной лампой. Еще обязательно нужно позаботиться о подходящем постельном белье высокого качества. Это инвестиция, которая определенно стоит своих денег. Четыре. Темно-лимонный плюс пыльно-розовый. Такое сочетание придется по вкусу тем, кто любит необычное оформление комнаты. Комбинация таких нестандартных оттенков вместе сделает интерьер запоминающимся уютным, но при этом свежим и вдохновляющим. Чтобы пространство не выглядело слишком женственно, стоит поэкспериментировать с краской в амбре, которая может стать уникальной особенностью комнаты. Выполняется такой эффект довольно просто, всего за несколько часов трудов с применением губки. Акценты можно добавить с помощью льняного настольного текстиля, керамической вазы или картины в подходящих тонах. 5. Разные оттенки коричневого. У нас почему-то боятся коричневого цвета, ассоциируя его с бабушкиным и простяцким. Однако на самом деле, если удачно подобрать оттенок и аксессуары для интерьера, такое решение может стать весьма подходящим для кабинета или гостиной комнаты. И французы отлично это понимают, поэтому не боятся экспериментировать. Градиентные оттенки сливок, терракоты и кофе идеально подходят для создания успокаивающего азиса в любой комнате дома. Пусть бежевый или другой не совсем белый оттенок создаст основу, а все остальное сделают цветной декор, текстуры и акценты. Чем больше, тем лучше. 6. Градиент заката. Оттенки пустыни и заката – одно из любимых сочетаний французов. Красновато-розовые и все другие цвета заката дарят хорошее настроение и вдохновляют на что-то приятное и теплое, особенно когда за окном серая дождливая погода или не особо красивый пейзаж. С помощью таких оттенков можно успешно противостоять всей серости мира, главное создать теплый и уютный интерьер. Комфорт и немного роскоши любой гостиной добавят модный диван из плюшевого бархата, ту же роль может сыграть кресло в глубоком малиновом цвете или набор бледно-розовых подушек для идеального заполнения пространства. 7. Постельные оттенки в стиле мороженого. Можно попробовать сделать двухцветную стену или покрасить мебель или одну из своих дверей в бледный румянец. Или использовать второй вариант, попроще, который потребует меньше труда, использовать декоративные элементы в выбранной цветовой гамме везде, где только можно. Например, крошечная мятная ваза с цветами или небесно-голубые льняные подушки, пушистый ковер под ногами. Спокойно, приятно и красиво. Ставьте отметку «Нравится». Спасибо за просмотр видеоролика. Оставляйте комментарии. С вами была Алиса Иванова.